Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение недельной главы Торы. Не цавим. Тора пишет, что проклятия твои перейдут твоим врагам. То есть они будут наказаны за свои действия. И где мы видим подобные вещи в Торе? Наши враги нам хотели взять зло, а получили это зло сами. У нас есть родной брат Ицхака, зовут его Медьян. Он четвертый сын Торы, а врагам его родил. Очень коварный народ. У него пять ценофей, Эйфа, Эфир, Хануха, Веда и Ильдаа. И произошел от них народ Медьяна. Что он хочет? Он хочет нас полностью погубить в пустыне. Хочет нас реально проклясть. Навеси нас проклятие. Его царь Цур, его другое имя Балак, он тогда был царем в Моаве, этот медьянитянин, он решил полностью нас уничтожить. Он нанимает злодейского пророка Беляма, чтобы он нас проклял и нас погубить. Но проклятие, как мы знаем, обернулось на его же голову. И тогда написано, что Всевышний говорит «отомсти медьянитянам за козни ихние». То есть обычно Тора пишет «не мсти». Это очень такое дело принципиально. Всевышний пишет «мстить нельзя, месть губительна для души и для тела». А тут пишет «отомсти». И мы выходим на войну против этого очень сильного противника. И написано, что мы побеждаем пять царей медьяна, которых звали Эверикова, Хурцур и Рева. То есть структура та же. Вот у него было у этого медьяна пять сыновей, и пять царств медьяна получилось. Все пять мы уничтожили без единой потери. Мало того, что они не были такими слабыми. У них была способность. Эти цари еще летали. Эти пять царей медьяна налетали. Их не могли достать, пока Всевышний их не отдал. И их убили. То есть их проклятие обернулось на их же голову. То, что они хотели сделать нам, получили они. Это в Торе. Теперь приходит к книгу пророки. Есть такая страна Арам. Арамейцы. У них есть военачальник. Зовут его Нааман. Этот военачальник заболел проказой. Пятнами тела покрылось. Он прокаженный. Исцелиться он не может. Но в доме у них есть служанка. Маленькая девочка. И она посоветовала жене Наамана, что пусть идет в Израиль. К царю Израиля. И он его исцелит. Там есть святой человек. Нааман идет к своему царю. Арамейский царь пишет письмо Ахаву. Царю Израиля. Он был нечестивцем. Чтобы он его исцелил. Исцелимого человека. Он придет. Исцелим. Хорошо. Нааман идет в Израиль. Берет с собой серебро. Берет сменой одежды, чтобы подарить за исцеление. И когда царь Ахав увидел это письмо, он испугался. Он понял, что он с этим не справится. Потому что он говорит, разве я Бог? Разве я могу исцелить от проказы? А пророк Ириша был преследован царем Ахавом. И поэтому была у него ситуация. Он понял, что армейцы мне так ловушку подстроили. Говорит царь Ахав. Когда узнал об этом Ириша, он прислал письмо. Царь Ахав говорит, направляй Наамана ко мне. Ну, царь сказал, вот есть человек, иди к нему, он тебе поможет. Нааман со своей свитой отправляется к пророку Ирише. Ириша посылает ему навстречу свою слугу Гехази. И говорит, передай Нааману. Чтобы он окунулся в Иордане семь раз, и он исцелится. Услыхав это, Нааман разгневался. Я думал, что пророк посмотрит на меня, произнесет несколько слов от имени своего Бога, и я буду исцелен. А он даже не вышел встретить меня. Чем Иордан выше рек Дамаскуса, Аваны и Парпара. Купание в Иордане никак мне не поможет от проказы. Он в это не поверил. И его обидело, как это к нему навстречу не вышел этот человек. Ну, и он идет назад. Идет он назад, проходит мимо Иордана, и его слуги упрашивают Наамана, чтобы он все-таки... Тебе что жалко? Ну, окунись семь раз в реке. В конце концов, он его убеждает. Он решил, ну, окунусь. Окунулся семь раз в Иордане, и его тело стало, как у младенца. Он на радостях отправляется к Илише, хочет отблагодарить, отдать ему это серебро все, огромное количество серебра, сменные одежды подарить. Едет. Пришел он к Илише, Илиша его выслушал, сказал, что ничего у него не возьмет. И вот, он благословляет Бога Израиля, и он полностью, полностью он удивлен, и он рад, и он уже хочет присоединиться к народу Бога. И он говорит, я раскаиваюсь, в общем, все-все-все, он хочет стать Гером. И, ну, он говорит, ах, подождите, а как же тогда, если я сейчас стану Гером? Я же военный министр страны, у нас сейчас будет празднество, и это будет празднество в доме Дагона, в доме этой русалки, божества, арамейского. Как же я тогда смогу там быть? Или же ему разрешать? На удивление он ему разрешает. Из-за этого наш мудрец знает, что он не стал Гером Цедеком, он евреем не стал, но он стал человеком, который подчиняется Всевышнему и соблюдает семь заповедей Снамена Аха. Все он поблагодарил Элишу, святого человека, и уходит. Когда это увидел Хехази, он решил себе присвоить серебро. Он догнал Наамана и говорит, вот пришли с Ифраимских гор, пришли два ученика, и им нужно слиток серебра и две пары одежды. Он говорит, а кто это тебе сказал? Элиша тебе сказал? Говорит, да. Нааман с радостью отдал. Когда в последствии Элиша спрашивает Гехази, где ты был? Он говорит, ты нигде не был. Элиш сказал, за то, что ты поступил так. То проказа, которая была у Наамана, перейдет на тебя и на твой род. И тут же Гехази и его сыновья покрылись проказой. Эта проказа передавалась у него из рода в род. То есть, очень плохое дело. Никуда не делась. Перешла к другому человеку. Такое чудо. И если бы он был простой человек, возможно, так бы не случилось. Но он был действительно, этот Гехази, он был мудрецом Торы. Но не выстоял. Наш мудрец, не только он не выстоял в этом. Еще когда Элиша помог одной шунаментянке, что у нее родился ребенок. Потом этот ребенок умирает. И она прибежала и пала ему в ноги. Дотронулась до ног Элиши. И Гехази поднял ее и дотронулся до груди. И наш мудрец говорит, он дотронулся до груди этой женщины, шунаментянки. И дотронулся до груди, которая вскормила впоследствии пророка. И поэтому он уже заслужил наказание. Не просто так, только за то, что он взял эти вещи, и он был наказан. Не просто так. Это наказание у него было, накопилось все его проделки. То есть, бывает, что происходит так. Допустим, ничего в мире не пропадает. Наши мудрецы говорят, Егошева идет в разведку. Но его зовут Ошева. Маше его перед разведкой называют Егошева. Где он взял эту букву Ют? Написано, что жена Аврагама, ее звали Сарай, она стала Сара. Буква Ют исчезла. Так она не исчезла. Вот для хорошего дела она перешла теперь к Егошеву и укрепила его, чтобы он мог выставить в разведке. То есть, в этом мире ничего не исчезает. Такие вот вещи есть удивительные. Если там ушло, здесь пришло. То есть, вот так. И так Всевышний пишет, что ваше проклятие на виду, на врагов ваших. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел бен Ефим, Владир бен Григорий, Хая Малка бот Йосиф, Самуил бен Герш, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаиль, памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Рахель бот Лилия, Клара бот Броня, Фейга бот Берта, Ирина бот Мира, Берта бот Фейга, Шимон бен Исхак, Шимон бен Мира, Борис бен Мария, Полина Перв бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Ривка, Анна бот Елена, Ирина бот Мира. Ирина бот Клара, Евгений бен София, Двойра бот Мирия, Моисей бен Ева, Йосиф бен Раиса, Евгений бен Ита, Фрима бот Анна, Геннадий бен Елена, Леонид бен Клара, Инесса бот Моэль, Евгений бен Берта, Юрия бот Белла, Йосиф Дан бен Сара, Замазал пароноса сгула Арона Рей бен Ури, Ирина бот Ури, за хороший дух Арона Рей бен Двойра, Днис бен Ахум, Авигаль бот Сара, за пароноса и брют Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко, всем браха, проноса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Шалом!